давайте продолжим да если все готовы то кажется потеряли кого-то из участников давайте тогда по-русски сделаем вторую часть доклада в общем эту часть доклада я бы хотел посвятить конкретному применению deep learning задачи распознавания классов узлов мы решили решать задачу как задачу мультиклассовой классификации то есть нами были рассмотре узлы я не знаю как будет по-русски crossing нам но в общем число перекрестков минимальной диаграмме не более 8 это 36 классов ну то есть самая задача которая встает при решении задачи распознавания это как нам собственно представить диаграмму узла какой-то удобной для компьютера форме для deep learning форме нами для этого были выбраны так называемая прямоугольная диаграмма то есть здесь можете видеть диаграмму узла и соответствующую прямоугольную диаграмму то есть оказывается что любую диаграмму узла можно расположить на такой вот прямоугольные решетки так что в каждой строке и каждом столбце соответственно будет только одно ребро и все крестки они over crossing то есть вертикальный вертикальный вертикальная дуга сверху то есть можно значит вот диаграмму на решетке плоско разложить и получается вот такая вот вещь после чего мы соответственно крестиками и нолик и все углы можем последовательно отметить по порядку обхода до по порядку обхода узла то есть не обязательно всегда крестик справа нолик слева то есть здесь есть и такие такие конформации ну в общем это не одна подставка на самом деле то есть и для крестиков и для ноликов коль скоро у нас только одно ребро в каждой строчке для координаты и крестик и нолика получается подставка и собственно обе этих подстановки если мы располагаем друг над другом то получается вот такая матрица 2 на ну то есть в этой науке под сложностью диаграммы понимают число ребер вертикальных или горизонтальных неважно потому что она конечно одинаковая ну вот у нас получается матрица 2 на n из двух подстановок то есть эту матрицу можно разделить на две подстановки если над каждой из этих строчек еще написать 1 2 3 и так далее там ну то есть это можно читать так то есть мы кодируем здесь мы кодируем здесь горизонтальные получается ребра сверху крестик справа нолик но и вот видите для этой диаграммы крестик 3 нолик 1 это первый столбец крестик 8 0 2 это второй столбец крестик ведь нолик 6 это третий столбец ну и да в общем собственно так мы будем вставлять наши прямоугольные диаграммы ну и это уже неплохое представление для компьютера этого уже достаточно чтобы обучать какие-то нейросетевые модели на этих диаграмма есть аналог движения реймайстера которые называются движениями дымкова вот то есть один из этих движений это перестановки ребер то есть я не знаю как по-русски будет слово интерливинг в общем их можно делать если эти ребра будучи расположенными на одном уровне либо одно содержится в другом либо они вообще не пересекаются ну то есть как бы соответствует тому что мы не разрушаем каким-то образом перекрестки также эти движения можно делать но не только у соседних не только соседними ребрами но и с первым и последним например то есть мы в общем могли бы поменять местами самое верхнее самое нижнее ребро потому что они как раз таки не пересекаются то есть соседние мы считаем диаграмму ну и расположенные на торе то есть самое верхнее самое нижнее ребро они тоже считаются соседние вот перестановки соседних ребер в плоском смысле называются internal pitch внутренние соответственно сам самого нижнего и самого левого и самого правого называется external switch ну и собственно еще один класс движений движение увеличивающие или уменьшающие сложность соответственно они называются стабилизации дестабилизации и стабилизации ну это просто вот когда мы даем такой дополнительный уголок загибаем уголок ну и собственно в общем-то вооружившись вооружившись прямоугольными диаграммами для вот таких вот минимальных диаграмм узлов то есть вот как раз таки реального узла до 821 потому что 21 узел с 8 перекрестками мы в общем то можем начать генерировать обучающие примеры для нашей нейросетевой модели то есть вот такие примеры диаграмм у нас получаются для сложности 25 и 1000 движений включая вот эти вот external switch я потом об этом еще как-то отдельно поговорю да это как-то сгенерированная диаграмма то есть мы остановились на таком протоколе когда начала но мы разыгрываем сначала наугад сложность диаграммы которую мы хотим получить то есть но тут вот для обучения были диаграммы от 25 до 35 если мне не изменяет память сложности то есть мы сначала берем диаграмму случайным образом раздуваем ну то есть загибаем уголки чтобы увеличить сложность а потом производим 1000 вот этих твич мус то есть ты переставляем переставляем ребра ну естественно легальным образом нет я начинаю как раз таки не с тривиальной я начинаю то есть он у меня есть в распоряжении 36 таких образцовых диаграмм из которых я могу множество сделать но с тривиальной диаграммы то есть мы вот дописали статью недавно с луисом кауфманом который присутствует и искандаром осановичем таймановым параллельно этой стерея вышла другая освещенная примерно это может но ванданс и автор ну и другие использовали такую другую радикально стратегию сэмплинга есть они узел представляли такой полимерной информацией то есть последовательностью стержней длины 1 или стартовали с реального узла и затем в общем каким-то образом случайно в общем случайно перемешали не перемешивали сдвигали вершины про при этом как как то проходили друг с поезд друг результате чего класс диаграммы мог измениться но и в конечном итоге они останавливались какой-то момент вычисляли кла получившегося получившийся информации помощью полиномов александера если мне не изменяет память ну и также просто вот у нас получается узел являет твой последовательность таких вот пар чисел для левой и правой координаты в прямоугольным я прямоугольный диаграмме у них же ну получалось три числа то есть на каждую жена в этой полине полимерной конформации просто 3 и и и вклидовых координат ну или там они по моему то есть инкремент записывали то есть бы вектор сдвига первое первое первая вершина имела координату 0 а все остальные сдвиглись от нее да ну в общем им пришлось вычислять класс получавшийся к информации при помощи полинома александера причем я кстати не знаю мне сейчас пришла в голову мысль всегда можно было ну то есть они ограничились только каким-то набором классов могли ли они выпрыгнуть из этого набора и что они делали диаграммами которые в этот набор классов не попали но перед нами же такая проблема не стоит то есть мы используем только преобразование сохраняющие класс но нам получается пришлось озаботиться дизайном процедуры которая ну собственно осуществляет и рацию вот и вот диаграмм они это вот эта компания где google до 1 авторов я не помню я не помню их афилиации да появилась еще одна статья где они уже именно не только предсказывали клавы какие-то попытки предприняли к упрощению диаграмм нас именно отча классификации мы не упрощаем диаграмму то есть так так как по диаграмме так как она есть там сказать ее класс нет про статью которую я называю они первых автор там в андонс я не знаю может быть мне стоит написать и сейчас написать слушайте давайте я просто найду ее другой вкладке и мы с вами увидим должны же мы как-то пользоваться тем что семинар проходит онлайне о черт нет я просто так не найду а ну тут есть в общем авторы но не это филиации это прошлого не даст и да еще еще недавно наверное вышла то про которую вы говорите они вот и вот перепринято октября этого года до октября да я читал ну-ка читал ею пролистал честно говоря из гугла вы говорите нет тут только институты я вижу вот здесь гуков известный человек и а гуков известный да извините мне поколки тоже и которые занимаются полимерами а ну да то есть они видимо с другой стороны подходят я если честно не помню как не узел здесь для ли а как замыкание косы да ну то есть это вот что третья параметризация ну да то есть вот уже три подхода то есть как полимерная конформация как замыкание косы прямоугольная диаграмма а нашим следующим is the good cover based on braids or on right and master moves i haven't looked at it closely yeah i think so i think it's based on braids yeah 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 it seems so three ways to approach this you can look at braids with mark off moves right and master moves you look at the dinikoff moves yeah and uh that that's what i just said but in russian and uh i i'd like to stress that uh in terms of trying to unknot the diagram uh the rectangle representation is good that uh in the sense that uh uh it allows to reduce the complexity monotonically that's right so it's proven that uh we don't need to if the diagram is reducible to unknot with uh zero crossings uh uh we can uh achieve that uh not increasing complexity on the way right that's why i would like to see a machine become very smart at playing the game of unknotting uh yeah but uh gukov at that uh and uh his co-authors uh approached uh game of unknot but uh they did not rely uh on dinikoff yeah that's right right but the the thing about the dinikoff move is it's uh uh it means it's a viable game it's even a viable game if you play it randomly but one can do better than random but like a grid link program plays a good plays a pretty good pretty good game on small diagrams by just randomly playing so that means that a machine learning program could become very good yeah so uh i don't know should i proceed in russian or english oh i i don't care i mean i'll i'll follow you because of the math whether it's in russian or so whichever you like okay хорошо ну в общем я листаю между этими двумя примерами собственно это диаграмма тривиального узла это диаграмма трилистника да 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 то есть этим мне такая параметризация нравится больше чем мерные информации потому что здесь мы потенциально вообще не ограничены классами узлов которые мы рассматриваем то есть вот здесь мы решали такую задачу то есть спалишь узлы друзья дадут до 8 пересечений которые наверх можно различить какими-то простыми вариантами если бы нам подполсила задача получать узлы которые как чем-то очень сложным отличаются что не вычисляются ин вариантами доступно там не знаю всего два примера пример по одному на каждый класс так как но с прямоугольными диаграммами можно это пообучать а вот полимерными конформациями уже нельзя потому что их преобразование генерации не сохранил класс но с замыканием косы наверное тоже можно ну да собственно протокол здесь был такой что обучающие диаграммы мы не составляли из них какое-то фиксированное множество просто разыграть его между 25 и 35 и как бы бесконечно их генерировали а для тестового множества я взял 10000 диаграмм принципиально другой сложности не входящий в обучающие множество сложности 40 до того чтобы тренированные диаграммы уж точно не попали в тест ну и вот на нем мы измеряли разные америке то есть архитектуру ну вот по крайней мере для и мы выбрали достаточно простую то есть есть так называемая long shot short memory такой слой он предназначен обработки последовательностей то есть ну вот от изображений или табличных данных такая задача отличается тем что мы хотели бы обрабатывать данные переменные диаграммы разной сложности ну из собственно и специализирует архитектуры для обработки таких данных то есть давайте вот эти резонтальные ребра или столбцы в нашей матрице с предплением индексировать индексом т и собственно у нас есть некий такой кэш состояние памяти даже два которые индексируются которые обозначены соответственно как векторы c и h и они обновляются по вот такому в общем описываются таким набором правил то есть гиперболический тангенс сигма это элемент применение сигма и дальней функции активации которую вы уже собственно знаете а ну вот этим символом обозначена соответственно поэлементное умножение то есть f и t это у нас векторы и мы их таким вот образом поэлементно умножаем то есть вот эти векторы f и и о они называют гейтами то есть построение вообще класс архитектур которые именно предназначены для обработки последовательных данных или там каком-то смысле временных рядов они называются рекуррентными и здесь вы в общем можете видеть эту рекуррентность что на каждом этапе для каждого индекса t у нас есть значение наших гейтов ликитов не знаю даже как правильно ну и скрытых состояний соответственно h и c и они являются исходя из соответствующих значений h и c на предыдущих на предыдущих на предыдущих шагах то есть именно здесь как бы кроется наша рекуррентность то есть мы так вот согласно этим уравнением каждый шаг обновляем тэй аж ну и соответственно f и и т вот эти векторы f и и т они означают ну они называются гита гейтами потому что их значение в каждой печейке лежит от 0 до единицы то есть вот обратите внимание у нас здесь уравнение на то как обновлять c и вот эти f и т их их название не происходит от forget и input ответ то есть смотри мы здесь ну вот давайте рассмотрим например первое полагаемое мы получается состояние c на предыдущем шаге поэлементно умножая на числа от нуля до единицы то есть если весь этот вектор он нулевой то мы как бы забываем все что было на предыдущем шаге отсюда название forget то же самое input gate у нас здесь тоже такой афинный терм ну в общем какое-то афинное преобразование от x и аж на предыдущем шаге и мы за затем это все также умножаем на такую маску то есть для каждой компоненты этого скрытого представления c мы каждые координаты определяем что туда нужно дописать и то забыть ну определяем конечно не мы а все вот эти вот параметры которые настраиваются ходе обучения ну да в общем это такой такой вот слой который конечно посложнее просто полно связанный но перед ним стоит довольно тяжелая задача потому что ему нужно помнить какие-то долговременные зависимости то есть конкретно задачи что и что чем является применительно конкретно конкретно задачи на вход мы имеем только аж инициализируют например нулями то есть это просто какой-то тысяча двадцати четырехмерный вектор как и все вот эти вот это матрица 2 на n да нет и x это матрица 2 на n соответственно с индексом t это матрица 2 на 1 2 строй две строки один столбец ну то есть возвращаясь возвращаясь к нашему представлению мы получается эту матрицу обходим по столбцам последовательно один за другим по ходу применяя вот эти вот преобразования для расчета векторов c и h например сортовались 3 узла и раздули до сложности 20 до меня получилось должна парковаться и ровка до матрица да да то есть размерность должна была раздуваться где-то да ну то есть дамы и линейные преобразования где у вас нет подождите я начал с диаграммы например тривиального узла я ее раздул затем запутал у меня получилось вот это вот представление прямыми диаграммы затем уже для того чтобы классифицировать я подаю его вот в эту нейросетевую модель и она не имеет ни малейого понятия о том с какой диаграммы я стартовал и какие преобразования применялись то есть она вот смотрит на диаграмму как это с из называется и x это вот эта матрица 225 до x это матрица 205 которую я тем соответственно вот так вот по шажкам в общем первый мой слой это lstm и а цель это для каждого ну для каждого столбца соответственно для каждого ребра получить вот это вот скрытое состояние h согласно вот этим согласно вот этому набору форм в котором все вот эти вот матрицы w и u с кучей разных индексов но и вектор и b соответственно они как раз таки настраивались в ходе обучения то есть я делал очень много диаграмм миллионы грамм может быть даже сотни миллионов диаграмм и настраивал те и век аж это вектор аж это вектор да это вектор размерности ну вот в нашем случае 1024 какой он будет размерности это гипер параметр то есть мы выбираем какой он будет размерности для первого шага он там как-то проинициализован нулями и затем мы вот так вот согласно и правнением обновляем ну вот этот наш вектор аж ну то есть опять таки если в терминах каких-то математических объект мыслить на входе это была матрица 2 на 25 на ходе это матрица 1024 на 25 ну то есть да то есть каком-то известном смысле вот этот лстм слой это экстрактор на к то есть для каждого ребра у нас есть 1024 дескриптора которые мы можем интерпретировать ну и затем для того чтобы избавиться от соответственно переменной длины мы эту матрицу усредняем по одной из координат ну соответственно отвечающий за мир ребра и у нас получается просто один вектор размерности 1024 на всю диаграмму вот тоже этот по этому моменту нет каких-то вопрос в этом у них есть ну в таком в некотором как сказать в человеческом смысле у них нет смысла то есть это просто 1024 каких-то числа мы ну интер при как их интерпретировать это отдельный вопрос но вообще это такой черный ящик как-то интерпретировать их нельзя то есть я могу привести пример такой несколько параллельный то есть ну вот то чем я в основном занимаюсь на работе я применяю ну таки подходы из диплёрни в биоинформатике ну то есть вот например протеомики протеомика занимается белками белки состоят из аминокислот аминокислот 20 или там 21 и ну то есть любой белок то есть те которые производятся у вас в организме он является собой слово такого 20 буквенного алфавита и ну так же вот можно учить экстрактор признаков для вот этих слов каждая аминокислоте вы ставите соответствие такой 1024 мерный вектор и ну при помощи там при этом другая задача решается построение языковой модели то есть это как когда вы маскируете некоторые аминокислоты и пытаетесь их вас полну вашим а пытается их восполнить для того чтобы выяснить ну вот такой текст между аминокислотами и оказывается что какие-то координаты этого 1024 но представления они очень хорошо коррелируют ну вот пространственные структуры этого белка то есть ну эти буквы аминокислоты они в конечном итоге кодируют какие-то молекулы которые сцеплены с собой в цепь и эта цепь может например свернуться в спираль пространстве и оказывается что значение ну вот одного из этих тысячи двадцати четырех чисел она у него там 038 корреляция с таким вот признаком закручена это учит ли в спирали это аминокислота или нет но притом это знание оно не было как бы эксцитно введено модель то есть модель училась просто заполнять пробелы вот в этих словах и оказалось что для этого неплохо сгождается вот такой вот признак находится ли в спираль находится ли спирали это аминокислота или нет видимо от этого завис какие какими аминокислотами можно заполнять пробел а какими не может быть ну это уже это уже относится к разряду спекуляций поэтому я говорю может быть может быть для этого тысячи для этого многомерного в общем представления которое мы строим для ребер в нем некоторые координаты в каком-то таком же ключе интерпретируем и если бы это плоско найти это было бы очень здорово я пока честно не знаю где искать да так то есть на чем мы с вами остановились на том что наш лстм собственно извлекает сначала отвлекает для каждого ребра его ну так называемый embedding или представление по-русски затем мы эти embedding для всех ребер усредняем и это дает нам вектор фиксированной размерности по диаграмме узла вектор размерности 2024 все что после этого остается сделать это добавить полно связанный слой с 36 выходными нейронами я прошу прощения я случайно кинул слайд с уравнениями для всего этого то есть если вы не против я могу просто показать его в статье потому что но собственно во многом мой выбор мой выбор архитектуры был обусловлен тем что я хотел несмотря на то что все это остается черным ящиком я бы хотел ну вот просто представить все это исчерпывающим образом в миде уравнений чтобы математики которые к ним привыкли они отделались от представления что это некая какая-то черная магия и ну в общем появилось какое-то понимание что это в конечном счете какую-то систему уравнений с параметрами разбивается как параметры мы в ходе обучения находим ну и собственно все то есть да как вы можете видеть здесь мы получается ну вот это вот усреднение она называется global global и шпулинг потому что мы берем средние по всем вот этим называемым тайм-степом или шагам это каждый шагов соответствует требу нашей диаграмме и вот этот вот вектор аж с волной вам хорошо видно блин ясно мне следовало сначала спросить а потом в общем потом трясти мой экран вот этот вектор аж с волной он уже фиксированную размерность не зависящую от сложности диаграммы потому что по тайм-степам идет усреднение после чего когда мы имеем когда мы избавились от временной координаты мы соответственно можем поступать так же как было в первой части лекции касательно касательно полносвязь уже нейронных сетей то есть у нас есть вот этот самый полно связанный слой который являет собой просто умножение натрицу сколько у нее там получается 1024 на 36 веса этой массы также традиционно находится в ходе обучения потому что это обычный полно связанный слой после чего коль скоро мы занимаемся многоклассовой классификацией мы применяем функцию активации softmax то есть у нас после вот этого умножения на матрицу было просто 36 вещественных чисел теперь мы хотим превратить это вероятностное распределение и ну применением softmax а мы добиваемся того что для каждой диаграммы у нас будет ну такой вот ответ это 36 половинных чисел но не отрицательных потому что нули вообще говоря там тоже могут быть 36 не отрицательных чисел сумма которых равна единице и самая большая из них это тот класс диаграммы которые по мнению модели наиболее вероятен конкретно для примера то есть если 007 в первой речи и 03 во второе но всех остальных то для модели это на 70 процентов ревиальный угол на 30 процентов и лесник и она тут но уверена что конкретно этот пример не принадлежит ни какому из оставшихся классов да то есть в общем эти уравнения на и с теми которые были введены в статье общем исчерпывают такую математическую сторону дела то есть в этом смысле посмотреть что называется каждый параметр в начале своих исследований у меня были большего размера архитектуры с разнообразными ухищрениями но я решил становиться именно на вот такой самый простой для того чтобы исчерпывающий вам рассказать как в общем происходит получение ответа по прямоугольной диаграмме собственно да дальше уже можно говорить об обучении то есть мы получается генерировали а че затем проводили на них тахастический градиентный спуск нами был были поставлены два таких эксперимента то есть в первом случае мы использовали только перестановки соседних выбер мы не перестановили являли первое ребро и последнее ну по вертикали или по горизонтали ну и соответственно эти два случая они отличаются тем сколько мы соответственно были движений вот этих вот этих преобразований и оказывается что добавление добавление вот этого external switch перестановки крайних ребер это приводит диаграммы получающиеся таким образом они значительно сложнее ну то есть теорема насколько я знаю вгласть то вот этот external switch если диаграмма спускается до тривиального узла нужен но видимо в этом кроется причина первое время мы не рассматривали такие преобразования ну вот здесь вы можете видеть как изменяется точность на тренировочном и валидационном множестве ну то есть тренировочное множество тут меняется все время валидационный остается тем же самым и вот эти верхние две кривые для случая когда мы не используем external switch значительно выше то есть модели значительно проще предсказать класс это начать что вы раздували не пользуя внешние свечи да 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 это означает именно это то есть на самом деле ну тут как бы протокол по которому диаграмма сдувается он оказывается важным то есть тут важно сколько движений делаются и какие они то есть до определенного момента мы рассматривали эти external свить свечи потом как раз когда я в томске делал доклад мы начали их рассматривать у меня совершенно не получалось каких-то осмысленных результатов добиться ну то есть очень плохие цифры получались я переживал очень сильно из-за того что у меня или не полный набор преобразований или очень плохая точность и в общем да не самый простой лад выдался есть что я делал но потом в общем все как-то устаканилось и в общем цифры это значительно лучше чем тривиальные даже для external switch и если просто делать их поменьше в каком-то интуитивном смысле это наверное понятно поменьше просто меньше движений делать и то есть если мы включаем external switch что надо делать меньше движений интуитивно в каком-то смысле понятно то есть как бы если external switch реализуются при помощи интерналов там нам надо сначала верхнее ребро протащить вниз а потом нижнее вверх но это не всегда вообще можно сделать поэтому быстрее запутаете картинку получается да 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 именно так а вот чем больше есть тем длиннее вектор до входной получается нет чем от цель от количества для движений так давайте разберемся только если мы делаем стабилизации длина входного вектора меняется перестановки ребер размер диаграммы не меняется меняется сама диаграмма но это те же самые ребра в другом порядке замечательно да вот на самом деле такой интересный достаточно вопрос который меня тоже интересовал но вот с самого начала как мы придумали эту параметризацию и решили пользоваться этой параметризации то есть как меняется точность в зависимости от числа движений мы обучаем нашу модель затем соответственно берем какое-то множество узлов предсказываем на нем классы и затем продолжаем их запутывать измеряя точность и вот оказывается что ну тут рассмотрено четыре примера но можно рассмотреть их больше она меняется вот таким вот образом то есть но интуитивно понятно что чем больше чем больше мы запутывание чем дальше мы запутываем диаграмму тем труднее предсказать ее класс ну и в конечном итоге для тут смотрите четыре разных сложности распри на в конечном итоге все и все эти кривые убывают чё для диаграмм сложности 69 то есть значительно больше точность самая низкая ну и там трудно предсказать нам лучше чем тривиальное гадание но обратите внимание то я пытаюсь понять у кого включен микрофон обратите внимание что для диаграмм сложности 20 меньше чем было в обучающем множестве результаты тоже хуже чем для диаграмм большей сложности то есть это вот такой интересный эффект причем для диаграмм сложности 50 точность некоторое время даже возрастает затем начинает убывать то есть вот это интересный такой эффект вообще когда еще не было external свечей я надеялся что будет ну такая вот вид то есть я тогда был слишком наивен и надеялся что мне удастся хорошо предсказывать класс его бы прямоугольных диаграмм но смысле если соответствующий узел там лежит моих 36 классов я думал что я войну сколько-нибудь достаточно движений запутывающих и с какого-то момента наступит насыщение то есть я приведу диаграмму в только хаотическое состояние что дальнейшее ее запутывание более хаотическое и не сделает ну как вот эксперименты показывают что достичь этого не удается то есть если дальше продолжить запутывать точность все равно в общем падает ну и причем этот таким вот существенным образом зависит от сложности диаграмм нет этот график он про запутывание только тестовых диаграмм то есть мы диаграмм для диаграмм мы положили что мы будем делать но там в случае с external свечом одну тысячу движений всегда то есть сколько-то там несколько суток она обучается на видеокарте эта модель потом мы берем тестовое множество ну то есть тут я начинаю со скольких 200 если не изменяет память движений и начинаю потом соответственно применять все больше и больше движений к одним и там тем же именно тестовым диаграммам модель у меня при этом уже не меняется то есть я ее обучил и выпускаю ее холодный жестокий мир называется и вот на сетах тестовых диаграмм я измеряю то есть насколько точно будет моя модель предсказывать класс узла в зависимости от того насколько они запутаны вы не пробовали увеличили увеличить запутанность на классе тренировочных я пробовал и скорее всего ты про изменится в положительном втором но там очень невиальная нетривиальные взаимоотношения между этим всем то если я уж слишком буду запутывать эти диаграммы модель перестает учиться то есть там нужно видимо большая модель меньше learning rate больше размер батча чтобы был точнее градиент то есть ну конечно тяжело в учении легко в бою но если уж слишком тяжелая но если уж слишком тяжелого тяжелый task в обучении то просто ну вот градиентный спуск не сходится такое мне к сожалению доводилось наблюдаю а может быть достаточно другой архитектуры бы получилось работать а я формированный пример да может быть если бы я делал это сейчас трансформером получилось бы лучше но вот это далеко не полный список тех архитектур который был ну и конечно эта мысль это уже приходило в школу то есть если бы бы меня сейчас посадили это делать я бы тоже трансформер ждал но как когда это все начиналось трансформер еще только-только вышел то есть трансформер 2017 был библиотеке попал еще несколько позже до трансформер это что-то кардинально другое это что-то вместо lstm а что 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 было бы вместо lstm а то есть на называемом attention основан ну вот для всех таких малей у них есть проблема это моделирование временных каких-то зависимостей то есть если на данном нужно что-то что было там шагов назад ну зачастую модели очень трудно эту нужную информацию через сто вот таких вот апдейтов как волос то имя пронести ну и вот трансформеры это да такая радикально новая вещь которая набирает обороты изначально она была придумана для перевод для машинного перевода сейчас я даже ну видел статьи по детекции объектов на изображении при помощи трансформера такая хорошая вещь ну то есть возвращая к нашей беседе о зависимости между сложностью диаграммы и числом движений можно привести вот такую иллюстрацию титма то есть который отражает собственно как каждый пиксель это сложность диаграммы и качество движений то есть соответственно цветовая шкала означает точность но и вот для диаграмм точности от 15 до 70 или там 69 получается вот такая вот интересная картина то есть почему-то для диаграмм ну прямаем каком-то количестве движений для диаграмм большей сложностью точность я думаю это по видному связано с тем что в таких диаграммах меньше перекрестков ну то есть в больше в диаграмме большего размера больше места это и обра не кучкуют что ли и не создают меньше перекрестков которых модели сложнее разбираться ну и видно что в целом наибольшая точность ну приблизительно в том а зоне на котором модели травались то есть но все таки не идеально совпадает то есть там 20 до 35 и даже на больших диаграммах почему-то чуть-чуть получше генерализация но то что тоже я не могу понять это наличие вот таких вот двух волн то есть для какого-то диапазона для достаточно большого числа движений точность если двигаться в разрезе того же самого числа движений но разные сложности то есть сначала возрастает потом падает потом опять возрастает видимо ей несколько этих противоборствующих эффектов один из которых связан с тем что чем больше диаграммы тем по-видимому меньше в ней перекрестков и тем проще распознать другой состоит том что чем больше диаграмма тем важнее не моделировать зависимости и тем более вероятно что в ней какой-то сложный участок по-видимому возникнет ну в общем я как экспериментатор таком случае поставил такой эксперимент записал такую вот картину то есть может быть до кого-то из вас она может послужить такая картина в общем пищей для ума и вы найдете объяснение некоторым эффектом которые на этой картине возникают еще один момент о котором я хотел бы поговорить это так называемая тест time аугментация как я уже говорил ориентация это такие преобразования ваших данных которые сохраняют их класс в нашем случае каждый сэмпл можно каждую диаграмму можно угментировать хоть отбавляй то называется то есть здесь есть результаты вот такого эксперимента мы взяли несколько диаграмм сделали на них предсказания и тем постепенно начинаем небольшим движением тут их одно или пять ну очень мало так или иначе начинаем их изменять запутывать дальше потом еще раз оговорюсь мы нет до тренировок нашу сеть и веса сохранены делаем предсказания на таких вот чуть-чуть измененных диаграммах но мы в данном случае мы помним историю и знаем что у них тот же самый класс что и на предыдущих шагах эти предсказания мы затем в общем опять-таки усредняя у нас такой как бы там боль предсказаний получается или можно это так мыслить что мы на одни же диаграммы смотрим под чуть-чуть разным углом ну углом в геометрическом а таком общечеловеческом смысле ну и смотрите что оказывается что точность растет несмотря на то что несмотря на то что точность индивидуальных предсказаний постепенно духает на конечно осцеллирует потому что движение небольшое количество но в конечном итоге это экспоненциальное сглание ходит к тому что точность уменьшается но усреднение ну то есть то есть каждая точка на верхнем графике это усреднение всех предсказаний они они оказываются лучше и это продолжает улучшаться даже тогда нами предсказания и можно в чем разница между двумя этими картинками да конечно берется по всем предыдущим то есть смотрите да 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 для этого же узла то есть вы увеличиваете число движений и смотрит на предыдущем графике выходили в темную сезону да нет это не совсем то же самое смотрите давайте я попробую вот то есть у нас есть какой-то набор узлов на котором мы хотим померить точность мы пол мы получаем предсказания ну то есть изначально получаем предсказания нашей модели на этом наборе получаем точность этого предсказания откладываем соответственно точку на оранжевом графике ну ровно как и на синем пока они совпадают затем мы с каждой диаграммой в этом наборе проделываем скажем пять движений 5 5 раз переставляем ребра все диаграммы чуть-чуть изменяются их осы остаются теми же самыми на этом изменившимся наборе мы в общем проводим и линз получаем предсказания наш модели смотрим насколько они точные получаем точку на ром граф получаем вторую точку на оранжевом графике мы все при все предсказания каждом шаге мы записываем то есть чтобы получить вторую точку на синем графике мы вам полусумму первых предсказаний и вторых понимаете то есть все предсказания среди усоединение идет по числу запутывания да 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 то есть в конечном ну то есть тут наверное надо прояснить помнить что предсказания нашей модели аграми это такие чисел которые суммируются к единице то есть вероятность и вот их мы у меняем то есть мы усредняем как бы на n там таги мы усредняем n векторов размерности 36 получаем опять вектор размерности 36 это тоже вероятность у нас тоже все суммируется к единице очевидно каждое из этих предсказаний она но в них происходят разные ошибки и в целом то деградирует потому что эти диаграмму мы дальше запутываем но вот это эти средние они становятся чуть не ну то есть можно можно так себе мыслить что у нас есть 10 копий одной модели мы первые модели подали наше тестовое множество она дала предсказания потом мы пить это тестовое множество изменили отдали следующие модели она тоже получила какие-то предсказания и так далее и так далее то есть модели даются худшие худшие предсказания потом мы решили их агрегировать как у жюри присяжных все эти предсказания сложили и они оказываются точнее чем у каждой из них по отдельности вот такое в общем эффект наблюдается удивительно ну да я согласен это удивительно но тут это удивительно в том ключе что предсказание деградирует но так вообще ну это довольно известная техка наш learning ну то есть если вы там классификации изображений занимать занимает вы можете потом как из этих изображений разить о горизонтали но если там нет чего-нибудь существенного вроде текста текст конечно так делать то и второй раз получаете предсказание усредняете становится лучше то есть люди которые играют в соревнования по машинному обучению вообще занимаются такими делами повсеместно и ну я как бы специально очень хотел бы зафиксировать это в статье чтобы опять таки донести там до математического сообщества или и для людей которые тоже снимают с узлами так или иначе очень много есть всяких способов их аугментировать независимо от конформации ну то есть с полимерной конформации тоже ее можно как-нибудь ригидно тю повернуть как единое целое координаты изменится в общем класс останется точно тем же самым и предсказание можно усреднять да хорошо ну в общем можно так немножко поговорить результатах в оставшиеся время по моим расчетам у меня осталось 10 минут то есть вот я тоже статье привел и привожу здесь такой репорт то есть для каждого из классов и они здесь вместились и жертвовал этим ради видимости приведены и метрики то есть precision recall f1 мера ну и саппорт это просто количество диаграмм количество сэмплов такого класса среди тестовой выборки которая составляет 10000 диаграмм давайте сначала разберемся что такое precision и прикол то есть что это такое для каждого сэмпл для каждой диаграммы которая принадлежит какому-то классу мы можем совершить ошибки двух вид для каждого класса можем совершить ошибки двух видов мы можем во-первых взять сэмпл который на самом деле принадлежит этому классу и выкинуть его зачислить другой класс и наоборот то есть мы можем взять сэмпл который принадлежит другому классу и зачислить его в наш то есть это сэмпл ошибки там первого и второго рода соответственно у нас есть четыре слуха true positive то есть когда сэмпл принадлежит классу и мы его туда зачислили false positive когда сэмпл принадлежит другому классу мы зачислили его в наш и false negative то есть когда мы наш темпл куда-то выкинули ну и для каждого класс мы можем мерить вот такие вещи то есть приспи же это такое вот отношение то есть она лежит между нулем и единицей и высокий precision свидетельствует о том что не набираем каких-то ненужных сэмплов в наш прикол свидетельствует об обратном что мы наши родные сэмплы не выкидываем то есть это для каждого класса эти метрики отражают склонность нашей модели соответственно ошибкам там первого и второго рода f1 мера это такая вещь назначенная для того чтобы объединить в общем precision recall в одном числе как-то одним числом поверить на пику и это просто на своих средняя гармоническая то есть вот теперь ну мы конечно же вернемся если нам если будет нужно к нашим формулам и напомним их ну то есть вот мы можем видеть что для тривиального узла престижный recall довольно таки высокие то есть если соответственно если какая-то диаграмма это на самом деле она если это тривиальный узел то с 95 процентной вероят мы его не выкинем мы скажем что он 3 ну и соответственно если мы говорим что какая-то диаграмма это тривиальный узел то с вероятностью 84 процент грубо говоря и окажется здесь есть явные в этом репорте есть явные фавориты явные фавориты 10 это тривиальный узел но кстати вот если я сейчас смотрю и для 277 почему-то неплохие метрики то есть есть явные фавориты есть явные аутсайдеры с чем связано я если честно не берусь утверждать то есть это наверное нужно пробовать разные случайные они инициализации разные архитектуры для того чтобы выяснить то есть может быть нейронной сети есть какие-то свои инварианты твоя система инвариантов а может быть и скорее всего так они совпадают в какой-то степени уже известны ну в общем что есть называется то есть вот но более интересно как я понимаю именно все для тривиального узла эти метрики они далеки от идеальных но я должен сказать что тут совершенно правильно мне упомянули про трансформер который мог быть очень хорош для этой задачи ну и вообще эти вот learning curves кривые обучения они не свидетельствуют оба вертинги что довольно понятно потому что тренировочное множество у нас потенциально бесконечно бесконечно но наверное конечная потому что всех диаграмм всего лишь ну вообще вообще диаграмм n factorial в квадрате но некоторые из них будет соответствует зацеплением они узлам ну то есть трудно сказать вообще сколько то есть если брать на вот такие вот пары подстановок и склеивать их сколько из них соответствуют узлам они зацеплением и уж тем более совершенно ну по крайней мере не представляется возможным дать сколько из них принадлежит к определенному классу но я думаю что числа невообразие то есть модель не показывает каких признаков переобучения так что никто не запрещает потально взять значительно большую модель и тренировать ее значительно больше чем там несколько пару десятков часов если взять супер компьютерный кластер какой-нибудь и в течение месяца решать на нем эту задачу я думаю у вас получится значительно лучшая модель который будет очень хороша в определении тривиального узла да у у меня есть питоновский код который я могу показать если есть заинтересованы но там просто много всяких технических ну в общем как хотите ну и конечно я готов на любые вопросы ответить заключение статьи да 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 их да я думаю очень очень интересно показать заключение статьи вы имеете ввиду эти да да это это так называемая матрица несоответствий то есть но она довольно просто получается в отличие там классификации на репорта где есть дополнительные какие-то понятия то есть у вас вы как бы раскладываете все сэмп по таким как сказать по таким корзинкам по таким ну то есть у вас есть настоящий класс темпла есть класс который предсказала модель и для каждой такой пары индексов вы выписываете сколько у вас таких случаев то есть диагональные элементы это там сколько раз модель для класса с номером и правильно определила что это сэмпл класса и ну то есть ну вот у нас первым идет тривиальный узел вторым трилистник то есть вот эта диагональная ячейка означает сколько раз мы правильно предсказали тривиальный узел а значит сколько раз мы спутались мы сказали про тривиальный узел что этот тривистник это означает сколько разe про тривистник мы сказали что это 3 реальный узел эта ячейка означает сколько раз para 3 листник мы сказали что тривистник и так далее это вот собственно матрица несоответствий то есть в идеальном случае она диагональная модель не совершает ошибок все просто замечательно ну вот она выглядит как-то так то есть тут же есть некая цветовая шкала исходя из которой видно что ближе в спор вот этой вот запредельной температуре у нас тривиальный узел ну и кстати здесь тоже видно вот этот вот тем 7 корее всего который модель ни с чем не спутала а ну и вот еще 820 весьма неплох я еще отдельно привел ее бинаризованную версию то есть я взял порог 40 для того чтобы выяснить есть ли какие-то куб для которых модель в общем частенько совершает ошибки то есть путает но с другим этот порог преодолела вся диагональ ну и помимо этого конкретно для этой модели для этого множества какие-то такие вот парны то есть получается это что у нас ноль три один четыре один пять один то есть вот три листник часто путается с 51 не знаю за узел и также 5 а часто путается с каким-то другим узлом не помню там сколько этих пятерок ну то есть вот есть знаю это лишь мое мнение я могу ошибаться но я думаю что вот такие вот вещи они как-то спорадически возникли и скорее всего исчезнут если взять другое множество просто тут нет симметрии ну хотя может быть они не спорадически я сейчас думаю ну то есть быть по каким-то другим правилам модель может исключить что это один узел то есть модель часто при нем ну вот тут например то есть нет нету сметрии и модель принимает один узел за другой но не народ это мне кажется странным а вот такие вот несколько в общем кейсов несколько случаев несколько классов они симметричны ну вот я не знаю что там быть с инвариантами это тоже интересные мне кажется вопрос для исследователя но и на этот вот ответить не могу так как не являюсь специалистом теории узлов вот здесь да такие еще картинки у меня но в статье кстати еще есть аппендикс вот по настоянию господина каумана я его написал где собственно не могу его найти где я описал в общем как в терминах постановок действуют операции да точно этапе рикский меня просто видимо это я долго достаточно сидел с текстом потом у меня открылся гештальт и я забыл практически все с ним связан да ну то есть вот я здесь описал как в общем терминах постановок делать вот эти вот те движения потому что не это очень понадобилось хорошо спасибо вот спасибо вам остались вообще да я могу это сделать ну то есть да пожалуйста и стоило бы это сделать просто сейчас там так все это такой черновик большей степени я не оформлял это хорошо но вообще большая часть его там она определено распределена по библиотекам таким разным да наверное наибольшую ценность представляет именно генератор батчей я столкнулся с проблемой что мне нужно мне нужно много этих диаграмм и на питоне в котором я стану основном работаю это все очень медленно происходит и я скрипя зубами написал генератор батчей на c++ ну с каким-то интерфейсом в питон хотя наверное какой-нибудь специалисты плюс-плюс напишет более хороший генератор но вообще в целом да я думаю что готов выложить этот код он мне и не очень нравится еще вопросы ну вроде бы больше нет но зачем у нас все обсудили большое спасибо было очень интересно это приятно слышать спасибо что опали меня по крайней мере с тем чтобы в томске год назад разница очень большая но в томске и умеет в томске у меня сколько там полчаса на доклад и большие проблемы с этим свечом сейчас были проблемы да конечно ну то есть как бы я начал его рассматривать там ничего не получается я в последние дни сидел пытался жить какую-то модель хорошую которая будет хорошие показания ну вот я говорю у меня были таких две достаточно плохих альтернативы или теоретически неполное множество движений или очень плохие результаты и там я в общем переживаю эскандер осанович недоволен я все ждал в последнюю минуту но и как-то достаточно скомканно получилось ну вот зато сейчас сейчас уже хорошо большое всего доброго закончим спасибо до свидания всем